Всем доброго времени суток! Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день, дорогие абитуриенты! Добрый день, родители! Тысячный раз задается один и тот же вопрос, и тысячный раз ты думаешь, как же ответить на него правильно, красиво и корректно. Почему надо поступить в Институт управления экономикой и финансов? Прежде всего, потому что те компетенции, которые вы получаете здесь, пригодятся вам на протяжении всей жизни, и вам даже не придется получать какого-то второго, третьего диплома, потому что уметь считать, знать цифры, иметь такую компетенцию, как управление цифрами, управление людьми, пригодится вам во всех сферах деятельности, которые вы выберете впоследствии после окончания института, после окончания университета. Примеров того, что это пригодится вам в жизни, очень много. И я хотела бы начать с самой известной личности в правительстве Российской Федерации, выпускника нашего института, вице-премьера Марата Хуснулина. Все думали, все же думают, как закончить экономический факультет и что дальше. А вот так вот можно даже управлять и работать в правительстве. Как правило, многие наши выпускники являются ведущими специалистами и руководителями предприятий. Мне хочется дальше после Марата Хуснулина спуститься на более такой республиканский уровень и назвать наших успешных выпускников. Это руководители налоговой службы Республики Татарстан Марата Софиулина, это руководитель пенсионного фонда господин Зарипов, это многие наши министерства и ведомства, это и Груничев, это и Шафигулин, который возглавляет ФАС Республики Татарстан. Практически большая часть правительства Республики Татарстан сформирована из наших выпускников. Но это то, что касается управленческого аппарата Республики. Очень многие работают в различных регионах нашей страны. Вот здесь мы вспоминаем Зябарову, как зовут, вспомнить. В общем-то, министр финансов правительства Москвы в команде Собянина. И практически в каждой команде на территории Российской Федерации работает выпускник нашего института. Но наши выпускники прекрасные предприниматели. Они возглавляют ряд фирм, они являются управленцами, они работают в очень крупных компаниях, как и в Республике Татарстан, так и в России, так и в зарубежных компаниях. Многие наши выпускники трудятся в аудиторской четверке. Это Price, Peterhouse, Coopers, это Enstey Young, КПМГ и Deloitte. И затем все аудиторские фирмы Республики по Волжье возглавляются нашими выпускниками. Это как бы один срез. То, что касается предпринимательства, то, что касается банковской сферы, там трудятся наши выпускники. То есть мы как бы везде в той сфере, где деньги, где власть и где формируется политика. Поэтому я думаю, что поступать нужно именно в институт управления экономикой и финансов. Чтобы управлять этой прекрасной страной, этой прекрасной республикой. И тут я понял, что где-то в свое время свернул не туда, поступая в институт. Наверное. Говорят, что экономистов стало слишком много. Перспективно ли вот в 2021 году получать экономическое или управленческое образование? Понимаю, что вопрос, в принципе, во многом повторяет ваш предыдущий ответ, но все-таки про перспективность. Да, все говорят об атласе профессии, о многих вещах. Но не надо забывать об одном. Профессии не умирают полностью. Профессии трансформируются. И если мы забываем профессию бухгалтер, хотя без них никуда, мы говорим о профессии, как правильно на английском? Accounting. Accounting. То есть очень многие вещи. Мы не говорим, может быть, о том классическом бухучете, о котором говорили всегда, но мы говорим сейчас о вопросах, связанных с финансовой аналитикой, которая очень популярна, очень востребована. И практически банки, фирмы, крупные корпорации не обходятся без финансовых аналитиков. Что еще вроде как бы умирает? Практически все, что касается экономической сферы, оно не умирает в общем смысле. Меняется название, переименовывается как-то то или иное направление. Нет сейчас экономики труда, скажем так, ее очень мало. Но есть HR, есть управление человеческими ресурсами. И поэтому, если вы даже получите специальность и выпуститесь в 2025 году, даже в 1945 году вы будете работать по той направленности, которую вы приобрели. По крайней мере, вы не уйдете из финансово-бухгалтерской сферы, вы не уйдете из сферы управления, вы будете находиться там. Может быть, просто вы начнете с управления малым предприятием, а станете управлять холдингом. И, может быть, уйдете из строительного холдинга в нефтяной. Это может поменяться. А все остальное как-то останется на месте. Вот немножко про образование, в принципе, поговорили. А что интересного, кроме самого обучения, может предложить институт? Какие кружки, секции есть? Какие направления развиты в плане творчества, спорта? Ну, во-первых, я хочу сказать, что институт управления экономики и финансов имеет одну отличительную особенность. Это семья. Это такая хорошая семья, и мы каждого абитуриента берем, одних выпускаем к детей, других берем к себе. То есть как бы вы приходите, во-первых, в семью, где вам помогут, где вас направят. Если вы, конечно, обратитесь за помощью и будете как-то об этом сигнализировать, конечно же, встанут как бы на вашу сторону. Но, помимо всего, институт предлагает очень много форм обучения. Ну, что значит форма обучения? Я надеюсь, что закончится полностью дистант, что мы победим, и мы уже побеждаем коронавирус, и мы будем работать уже глаза в глаза с нашими студентами. У студентов масса возможностей выразить себя. Во-первых, это прекрасный студенческий клуб, клуб студенческой самодеятельности. Это большое количество научных кружков, где и финансовые клубы, финансовые дебаты, экономические дебаты. То есть практически при каждой кафедре есть такое небольшое научное общество, которое видит и направляет ребят, которые любят науку. Ну, а потом спорт. Спорт всегда был в вузах, он всегда присутствует. Мы как бы, если бы вы делали столов в моем кабинете, вы бы увидели количество кубков, которые завоевывают наши ребята. То есть все сферы деятельности, которые вот как бы были в вузе, существуют в вузе, они все представлены. А учиться? Учиться мы можем по-разному. Мы, если мы всех победим, мы будем учиться традиционно. Если будут какие-то моменты с продлением, ну, каких-то масочных режимов или еще что-то, пока сейчас вуз учится оффлайн, будут элементы дистанционного образования. Я думаю, что даже если человек заболел, теперь он не может сказать о том, что он не пришел на занятие с собственной температурой. У него есть возможность подключиться к любому занятию и проконсультироваться с преподавателем. Вот как раз косвенно затронули эту тему. И, наверное, вопрос будет логично адресовать Руслану Анатольевичу. Как будет проходить процесс поступления в этом году? Как подавать документы? Ну, я уверен, что прием был в этом году в отличие от прошлого вживую. То есть, это клиентам ждет приемную комиссию. Само собой сохраняется возможность подавать документы онлайн, особенно для ребят из дальних регионов. Это было и раньше, это было в прошлом году, это было в этом году. То есть, полный пакет документов можно подать из дома. Те, кто хочет приехать в приемную комиссию лично, они такую возможность в этом году будут иметь. Ну, опять же, приехать в город, посмотреть. И по этой документам. Есть у нас еще такой вопрос. Какие экзамены ЕГЭ нужно сдавать, чтобы поступить в ваш институт? Набор ЕГЭ в целом остался прежним сразу с прошлыми годами. То есть, русский язык, математика и общество знания – это вот три предмета, которые закрывают процентов 80 приема нашего института. Но вот изменения. Например, в этом году, чтобы поступить на наши специальности, вы можете, кроме общества знания, подать и иностранный язык. Те, кто поступает, например, на природопостройство и водопользование, кроме химии, они могут биологию подать. То есть, список ЕГЭ, который мы принимаем в этом году, расширяется. На педобразование, например, список он абсолютный. То есть, имеют три ЕГЭ – русский язык и общество знания – это обязательно. И любое третье ЕГЭ – химию, физику, литературу, информатику – вы можете поступить на педобразование, диагога, экологии. То есть, по правилам приема, мы, допустим, вузы, списки ЕГЭ расширить. Расширить. Ну, и мы тоже. А что такое проходной балл? Вопрос, который волнует многих абитуриентов. И, собственно говоря, какие проходные баллы у нас были по результатам того года? Понятно, что по результатам этого пока еще рано об этом говорить. Ну, я уверен, что надо ориентироваться на 270 баллов. Вот, чтобы вот… Три предмета. На 270 баллов надо ориентироваться. Это вот цель. А проходной балл – вот такая вещь. Это балл абитуриента, который поступил на бюджет последней строчкой. Последней. Вот его балл и будет проходным. И проходной балл он не может быть заранее известен. В этом году мы узнаем 18.005 августа. Вот, не раньше, не позже. 18.005 августа. А какие есть льготы и кому они доступны? Есть ли, может быть, какие-то льготы многодетным семьям или еще кому-то? Ну, список льготников, он стандартный. Для них выделяется в равных приемах отдельных квот из общего количества бюджетных мест. Это дети-сироты, дети, которые остались без копечения родителей. Это участники боевых действий. Многодетные к этой группе не относятся. Имправленные первой, второй, третьей группы также относятся к особой квоте, которая поступает по отдельным цифрам. Поговорили, в принципе, про льготников, немножко поговорили про бюджет. А теперь давайте перейдем к контрактникам. Сколько стоит обучение? Ну, сколько будет стоить обучение? Вот так будет более правильно. Мы не знаем, сколько будет стоить обучение. Вопрос о замораживании на уровне 2019 года пока не поднимается. В 2020 году из-за пандемии цены были заморожены на уровне 2019 года. На сегодняшний день стоит вопрос о росте цен на ряд программ. Но мы пока не можем ответить на этот вопрос конкретно. Надо следить за сайтом института, университета. Все цены будут выставлены, когда будет подписан приказ. Наверное, перейдем к блоку вопросов, которые можно адресовать Оксане Викторовне. И первый вопрос – это какие у вас есть международные и англоязычные программы? Давайте я начну с программы, которая является нашей особенностью. Это программа бакалавриата. Называется она «Экономика и международный бизнес». И она у нас реализуется по направлению менеджмента. Это программа, обучение на которой строится полностью на английском языке, начиная с первого курса. И исключительной ее особенностью является то, что студент, начиная со второго курса, имеет право зачислиться в Лондонскую школу экономики и политических наук и по результатам закончить университет с двумя дипломами – с дипломом Казанского федерального университета и с дипломом университета Лондона. Поскольку я уже озвучила, что программа реализуется на английском языке, то, естественно, особенностью является знание английского языка на уровне B1, обычно мы говорим по европейской системе, это Intermediate и Intermediate Plus. И, конечно же, поскольку в этом году список ЕГЭ расширен, то те студенты, которые будут показывать иностранный язык в качестве ЕГЭ, не то чтобы будут иметь, конечно, преференцию, но, тем не менее, это хорошо, если вы сдаете иностранный язык как средство к поступлению в университет. Те ребята, которые не сдавали иностранный язык, переживать не надо. В любом случае, все проходят собеседование и бывают обычно рекомендованы к поступлению или не рекомендованы к поступлению. Потому что я хочу обратить внимание, что особенность обучения английского языка как предмета и обучения на английском языке – это две большие разницы. Поэтому обычно мы всегда собеседуем всех абитуриентов и выдаем свою рекомендацию, потому что понимаем, насколько тяжело может быть именно первые пару месяцев обучения в университете. Если мы говорим про программу магистратуру, то это, естественно, программа «Общий стратегический менеджмент», которая реализуется у нас достаточно давно, это тоже программа двойных дипломов. Она полностью на английском языке тоже у нас реализуется. И у нас два партнера в данном случае – это Лабирантский технологический университет, Гиснанский университет, то есть это Германия и Финляндия. Очень рекомендую эту программу для тех, кто хочет расширить свои горизонты. И у нас на этой программе обучается большое количество иностранных студентов и диверсификация стран, поступающих обширно, потому что программа действительно интересная, позволяет аккумулировать опыт нескольких стран и выйти специалистом широкого профиля. Если мы говорим про в целом программы международные, которые существуют в университете, это достаточно большой спектр международных обменных программ, в частности, активно участвуют в программах по Erasmus+, по студенческим обменам, по академическим обменам. В данном случае все можно посмотреть на сайте университета. Наши стандартные партнеры – это Германия, Чехия, Китай, Финляндия, ну, большая часть Европейского Союза, конечно же, и вот из азиатских стран – это Китай, очень обширная связь с Китайской Народной Республикой в настоящий момент. Я бы хотел здесь, может, добавить немного. Дело в том, что мы говорили про проходные баллы, на экономию международных бизнеса проходной балл на контракт, он выше, чем проходной балл на остальные программы. Тоже нужно иметь в виду, если в среднем это все 50 баллов, то на международных бизнеса 180. Да, 180. Если мы не поднимем за 200, все может быть. Есть у нас вопрос о том, как поступают иностранные абитуриенты из стран ближнего зарубежья. Вот как для них происходит этот процесс? Процесс, он же отличается в целом. То есть также абитуриент может приехать в Россию, подать заявление, подать документы. Если он приехать не может, он также подает онлайн, онлайн сдает экзамены. То есть процедура поступления, она для сияния и иностранца, она не отличается в таком же формате. Или вживую, или онлайн подача заявлений и документов. То есть документы сканируются, загружаются в систему абитуриент нашего университета. Мы принимаем заявление, принимаем ваши документы, вы в конкурсе участвуете. Экзамены даете также или оффлайн, если вы в России, или же онлайн под контролем профтеринга. То есть экзамены будут проходить, если в онлайн-режиме, то это не так, чтобы все было легко. Нет, под контролем веб-камеры, которые в онлайн-режиме будут за вами следить, чтобы вы не списывали. Все серьезно, все по-честному. Но шансы равны, что для россиян, что для иностранцев. И вот тогда уточняешь такой вопрос, могут ли граждане этих стран, в личном зарубежном месте, поступить на бюджет? И что для этого надо? Граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Каджикистана могут поступать без каких-либо дополнительных условий по договору пяти. Граждане других стран могут поступать на бюджет по программе соотечественников. То есть на сайте партнерного образования. Ну, если кому-то интересно, вы можете написать, позвонить нам, мы более подробно ответим. То есть в двух словах. Подается пакет документов на признание абитуриента соотечественникам. Если абитуриент таким признается, он получает возможность поступать на бюджет. Но ежегодно есть ребята, которые поступают на бюджет по программе соотечественники. Ну и госпитания. Да, после него. Просто сотрудничество. Вопрос такой, возможно ли вообще поступить как-то без экзаменов? Может быть, каким-то призером Олимпиад? Ну, естественно. То есть призеры-победители Олимпиад и спешили немного по профилю. Победители поступают без экзаменов, а не при равном слиться на вашем максимальном количестве баллов. Но они должны подтвердить ЕГЭ. Там должно быть по профилю не меньше, чем 75. А призеры все российских Олимпиад по профилю, они поступают без ЕГЭ и подтверждать минимальный балл ЕГЭ не нужно. А как поступить в ваш институт после техникума? То есть, если нет ЕГЭ? Да, 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 само собой, человек не сдаёт ЕГЭ. Абитуриент после колледжа техникума и училища может сдавать ЕГЭ, это его право. Если ЕГЭ абитуриент сдавал, он сдаёт экзамены внутренние, университетские. Можно чередовать. Допустим, в русский язык имеется балл ЕГЭ, а русский язык, математика, сдаёт у нас. Или полностью сдаёт экзамены у нас. Тут всё на выбор абитуриента, то есть, это полное его право. И если абитуриент, допустим, сдал ЕГЭ и хочет попробовать сдать экзамен у нас, это тоже можно. И он выбирает максимальный балл. Вот как раз-таки вопрос, как проходят вступительные испытания? Более подробно можно? Вступительные испытания внутренние любого вуза, они проходят в формате ЕГЭ. Единственное, нету металлоискателей на входе в аудиторию, но остальное всё так же. То есть, экзамены очень похожи на ЕГЭ. Если вы будете готовиться на поступление в любой вуз, вы должны готовиться к сдаче ЕГЭ. Например, на сайте FIPI. Есть такой сайт, где выкладываются демо-версии прошлых лет, типовые вопросы выкладываются. То есть, вы должны готовиться к сдаче ЕГЭ, чтобы сдавать экзамен внутренний. Вернёмся к вопросу о бюджете. Какой конкурсный бюджет и как вообще распределяются бюджетные места? Ещё раз. Какой конкурсный бюджет? Нет. А в смысле как распределяются бюджетные места? Бюджетные места даются на специальность, шифр специальности 3800. Они распределяются между направлением экономика, менеджмент, госмуниципальное управление, управление человеческими ресурсами, туризм, сервис. Там в зависимости от названия торговли. Торговое дело. И они выставлены на сайте. Количество бюджетных мест в этом году у нас... Не помните, Руслан Анатольевич? У нас 30 мест, менеджмент 30 мест, госмуниципальное управление 4, управление персоналом 5 мест, торговое дело 5 мест. Себе 12 мест, то есть очень мало бюджетных мест. У нас, к сожалению, увеличение бюджетных мест, о котором говорит руководство Министерства образования и науки Российской Федерации, не коснулось гуманитарного блока специальностей. Ни экономистов, ни филологов, ни юристов. Оно коснулось... То есть нам в прошлом году прибавили где-то 11, где-то 8 мест. А в основном увеличение бюджетных мест произошло на технические специальности, специальности естественно научного блока. Там очень большое количество бюджетных мест. И про конкурс. Вы смотрите, если раньше можно было подать на 3 направления, то теперь в этом году, а в который может подать 5 вузов, и некоторые вузы будут принимать на 10 направлений, вы будете принимать на 5 направлений. То есть говорить о конкурсе немного некорректно, но если усреднить на экономику конкурс примерно 25 человек на одном месте бюджетные, у вас 25, вот так надо ориентироваться, если раньше было правильно говорить о конкурсе, а теперь мы делим на 3, или в этом году на 5. Ну, по-старому на 20 человек надо ориентироваться. То есть конкурс такой очень надо. Высокий. Есть наш вопрос, как выбрать программу или профиль? Чем они отличаются и какие направления самые перспективные? Самые перспективные направления – это то, которое нравится лично вам. Невозможно сказать, что будет перспективно. Еще раз говорю, что был момент жизненный, когда на бог учет вообще не шли, был там самый низкий конкурс, 1,1 человека на место. На планирование было до 10 человек на место. Вы знаете такое сейчас направление планирования? Сейчас самый популярный бог учет. Я считаю, что здесь это зов внутренний, зов души. Все-таки экономика – это цифры, это аналитика. Менеджмент – это общение, это управление. Госмуниципальное управление – это госслужба. HR – это работа с людьми, это кадровая служба. Где-то надо для себя внутри определить. Ни менеджмент, ни экономика никуда не уйдет. Внутри профиля, я думаю, что очень многие профили не сразу. Они выбираются через два года, и у вас есть право и возможность определиться с профилем или перейти с того или иного профиля на другой. Более того, в рамках института, если вдруг студент первого курса, бывший амбитурент, почувствовал, что ему не нравится менеджмент, а, например, нравится экономика, он может перейти. Некоторые профили, если вы посмотрите, они отдельно, например, есть экономика, где шесть профилей, вы выбираете вот от второго курса. А вот, например, нам внутренний контроль, придем с первого курса. Есть менеджмент, в котором много профилей через два года будем выбирать. А вот менеджмент, предпринимательство, или международный бизнес. Это сразу. Придем сразу курса уже на профиль. Вот вы там постройку смотрите, устройка – это и есть прием на профиль. Искать новый профиль, выбираем ее через два года. Какая программа обучения на специальности госмуниципальное управление? Скорее всего, речь идет о том, какие предметы будут изучать амбитуренты, ну, ставшие студентами. Вот так будет более правильно сказать. Скорее всего, на госмуниципальном управлении профиль и есть госмуниципальное управление. Например, в экономике есть учет, финансы, политики. Они, скорее всего, спрашивают специфику подготовки на госмуниципальном управлении. Там есть дисциплины, связанные с государственным аудитом, с государственным управлением. Там есть дисциплины, связанные с внутренней политикой государства. Эти дисциплины присутствуют. То есть там есть специфический набор дисциплин, который отличает госмуниципального служащего. Да, я тоже думаю, что вопрос был, в принципе, об этом. Кому и на каких условиях предоставляется общежитие? Так вот, у нас есть вопрос. Общежитие представляется всем иногородним. Во-первых, студентам первого курса представляется место в деревне универсиады. Студентам затем все будет зависеть от того, как студент показал себя, живя в деревне универсиады. Ему могут продлить проживание в деревне универсиады. Ему могут прийти доставить место в других общежитиях. Например, магистранты, кто к нам поступает, не всегда в деревне универсиады. Это общежитие номер, сейчас не помню, 6, по-моему, на Бутлерово, 6, который рядом с нашим корпусом. Часть наших студентов живут на Пушкино. Так что, как бы, стараемся обеспечить студентов общежитиям полностью. Но не всегда это удается. Есть у нас еще вопрос. Чем отличается целевое обучение от обычного? Есть ли, может быть, какие-то бонусы или поощрения? Оно есть на всех направлениях? Вот такой вот большой вопрос. Я отвечу на этот вопрос. То, что касается целевого обучения, как правило, это тот формат обучения, когда у вас гарантированно место после работы и после окончания института. И был такой момент, когда у нас аппетриенты представляли договора с теми или иными организациями, что они их примут не всегда целевое обучение. Ну, как бы, выполнялись эти обязательства перед теми предприятиями, которые, как бы, готовили и рекомендовали целевиков. У целевиков был отдельный конкурс на бюджет, отдельные у них проходные баллы. Но сейчас Министерство образования и науки очень сильно ужесточило контроль за целевым обучением. И каждый человек, кто не приехал на место, откуда был направлен, в общем-то, там происходят определенные санкции. Не будем говорить, какие, но это как бы не совсем приятно. Сейчас необходимо два или три года отработать на том предприятии, которое вас рекомендовало сразу же после окончания института. И сейчас предприятие целевое направление дает очень, ну, неохотно. То есть, может, на предприятии должно быть, то предприятие, которого оно рекомендовало, степень уходит, да, то есть обязательства, где государство дополнительное. Поэтому сейчас целевое направление, получить это довольно-таки сложно. Ну, и отработать три года. Да. Есть целевые места у медиков, и я думаю, что большое количество целевых мест в связи с дефицитом специалистов есть у педообразования. Особенно вот этот географов кацается и других направлений по педообразованию. Вот там есть как бы получение возможности целевого места. Но все остальные направления очень напряженно. И вообще аналитики без, мы только ума и узнаем. Да, и будут ли у нас, был период, три года у нас не было вообще целевиков. У нас был такой период. И что будет в этом году, мы еще пока как бы не располагаем данными. Есть у нас еще вопрос, который касается оффлайн-дня открытых дверей. Будет ли он, если да, то когда, если нет, то как можно увидеть, как можно познакомиться с институтом поближе? Мы всегда в институт открыты, вы можете прийти в любой день, мы вас встретим, расскажем. Если вы желаете прийти группой, классом, то вот есть наш телефон, необходимо регистрация подворительная, вы нас сообщите, что мы хотим прийти по классам. 25 лет человек. Пожалуйста, мы вас встретим, покажем институт, расскажем вам прийти. То есть мы всегда открыты, всегда в вашем исполнении. Я немножечко так отвечу на этот вопрос. В связи с тем, что ряд ограничений с пандемией в республике Татарстан не сняты, большие масштабные мероприятия нам проводить несколько сложно. Если в марте будут сняты, как правило, лень открытых дверей проводится в конце марта. Если к этому времени вдруг такое произойдет, как в Чечне и Удмуртии мы снимем маски или что-то там, как бы мы откроемся, может быть, мы и запланируем, и везде вывесим, и проведем день открытых дверей оффлайн. Но у нас появилась такая идея делать экскурсию в оффлайне, именно записывать людей и два раза в неделю просто показывать желающим институт. Это все есть, вот Руслан Анатольевич сказал, где это можно сделать. Может быть, мы подготовим онлайн экскурсии по институту. В любом случае у нас постоянно присутствует группа людей, которые отвечают на все вопросы, которые возникают. Естественно, весь спектр вопросов мы сегодня тоже не охватим. И мы постоянно работаем в режиме вопрос-ответ. Вот как раз про работу в режиме вопрос-ответ. Позвольте сказать, что 18 марта в официальном аккаунте UF Official будет проходить отдельный прямой эфир, посвященный именно магистратуре. А сегодня мы затронем лишь один ее аспект. Это программа «Я магистрант КФУ». Правда ли, что можно поступить без экзамена, приняв участие в этой Олимпиаде? Да, но надо набрать максимальное количество баллов. То есть надо выиграть, надо стать победителем. Или призером. Призер, да. А если просто участие, это вам добавит определенные баллы в портфолио. Ну, как бы, смысл есть. Если бы набрали 75 баллов и больше, вы призер. И эти баллы можете использовать как баллы изобинационные. А 91 балл и выше победитель и прием без экзамена, то есть придаваем 100 баллов. Это очень-очень серьезный бонус. И все, кто будет в магистратуре поступать, очень рекомендую данный шанс использовать. Давайте еще немножко поговорим о том, как поступить, в принципе, поговорили. О том, как перевестись. Есть ли какие-то особенности перевода с другого вуза? Нет, переводов... Ну, знаете, все в рамках закона и все в рамках правил, приема, обучения и перевода из вуза в вуз. Дело в том, что прежде чем подать заявление, человек приезжает к нам и говорит, на какую специальность он хочет перевестись. Бывает так, что студент учится, скажем так, на экономике, скажем так, в Екатеринбурге. Неважно, в каком вузе приезжает к нам. Для чего он должен приехать заранее? Мы ему высчитываем разницу в учебных планах. Она существует везде. И человек решает, будет он ее сдавать или не будет. Разница в учебных планах может идти от 3 до 23 предметов. То есть, как бы, каждый вуз у нас сейчас творит свои учебные планы. Ну, как бы, есть определенный формат необходимых дисциплин, а есть же и доп. дисциплины. Поэтому все может произойти. Поэтому надо подумать, насколько ему необходимо. Но если человек готов сдать разницу учебных планов, он это сдает, ему дается право, его зачисляем. Право сдачи разницы, как правило, у нас до 15 ноября. И потом он, как бы, мы берем человека. То есть, есть определенная процедура, к которой можно обратиться, тоже написать. Там все ссылки есть, мы расскажем. А вот что касается перевода с контракта на бюджет, есть ли такая возможность, если вдруг освобождается бюджетное место? Ну, я хочу сказать, что это очень редкая возможность. Очень редкая возможность. Не надо рассчитывать, что если вы поступили на контракт, потом вы переведетесь. Этим занимается специальная комиссия при первом проректоре Казанского федерального университета. Не мы это решаем. Если есть бюджетное место такое, вдруг такое есть, у вас конкурс будет выше, чем при поступлении на бюджет. Если конкурс на бюджет 20-25, то там человек 60 в заявлении точно. То есть, вот как бы мы сталкиваемся с этим каждый год. И опять приоритет идет. Если вдруг студент потерял родителей, там еще какие-то определенные факторы, то, естественно, он, несмотря на то, что даже если он учится чуть хуже, у него больше приоритета. То есть, тут такая возможность есть, но она, я бы сказала, призрачная. Но возможность есть, переводится. Но это очень мало. Как правило, бюджетники учатся неплохо. Я предлагаю на этой приятной ноте как раз-таки закончить. И возможность есть оставить постулатом нашей сегодняшней встречи. А я напоминаю, что у нас был Инсталайф с Институтом Управления и Экономики и Финансов Казанского Федерального Университета. Следите за их Инстаграмом и УФОфишл. Следите за нашим Инстаграмом Универтов.HD. И следите за Инстаграмом Казан Федерал Юниверсити. Впереди еще много всего самого-самого интересного. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok